привет наши любимки всем добрый день сегодня воскресенье прекрасный день погода чудесная выехали на последний день аттракционов в нашем городе покажу вам сейчас как вика выиграла лео мячик она вообще очень меткая оказалась очень меткая гуляем отлично проводим время стараемся быть на позитиве ты на позитиве за счет нам пришла знакомая марина теперь это и нашу знакомая в общем все хорошо разве к выиграла ребенку мяч мама умничка лео счастлив молодец века до 1 так реально ты только один раз промазал кстати да он тебя сбил да он разъяснился что ты даже ты столько раз попадаешь классном умничка кто-то кого-то что он с ней закрытой школе когда разумела так разумела нас слышит музыку вдалеке камеру включила уже не так танцует кстати обратите внимание как у нее классно кроссовки сочетаются с пуловером вообще супер изумрудный цвет вот этот вот просто супер очень идет вместе с пуловером кроссовочки просто огонь о да вика оказалась вообще меткой очень меткой молодец то вы бы вы бы видели еще и лицо ее при этом покажи и вики на лицо давай опять что-то выиграть хочешь настя в тебе пропадают таланты в баскетболиста просто занималась и баскетболом волейболом и футболом как настроение на всем отлично проводим у меня тоже ребята сня обула новая третий раз всего бывают лево давай он хочет играть он просто он зачарована смотрит как ты это все делать как будто этот баскетболист было прошлом сейчас еще пойдем возможно покатаемся на машинках опять я попыталась выиграть игрушку не получилось тогда мне так повезло с первого раза просто моментально я ее выбрала но так бывает что уже мне не везет в общем завтра у нас термин по поводу курсов языковых не знаю очень надеюсь что нас определяют в одну группу с настей по крайней мере мы будем об этом просить не знаю что какой ответ они дадут но мы будем просить потому что ну нам так будет намного удобнее мы всегда вместе живем вместе поэтому конечно нам было бы просто максимально комфортно ходить вдвоем в одну группу и на одно время они так что настя там будет на вечер мне на утро ну в общем все это будет не так как у нас в голове спланировано заранее поэтому не знаю буду надеяться реально что нам разрешат в одну группу ходить опять-таки когда начнутся курсы тоже все узнаем завтра что там по срокам сколько они будут длиться когда там будут эти каникулы ну в общем сколько вообще по времени продлиться полностью вот этот вот продление повтор на b1 имеют вместе с каникулами вместе с выходными просто интересно понять вообще сколько это все будет длиться рассказываю что завтра на термин вот так вот кстати вчера ела мороженом теперь так болит горло и меня вообще такие проблемы всегда с детства с ангиной постоянно ангина у меня была просто постоянно раз в год стабильно а то и два раза не знаю моей мамы гланды удалены и она с того момента никогда не испытывала никаких болей в горле у меня та же ситуация мне тоже рекомендация моего терапевта в украине удалять ланды но я пока к этому не готова еще вчера с настей в общем купили же мороженое сели на лавочку съесть его на улице уж и была повода хорошая ну и мы в общем сидим сидим видим это мороженое подходит бездомный попросил сигарету мы сказали что у нас нет а у нас реально не было сигарет потому что мы накрутили так чисто 2 2 штучки для себя и все вот это есть еда и я ела мороженое меня больше ничего же не было ну я ему отдала мороженом там половина оставалась и а нас уже свое на тот момент съела и вот это все что только мы ему и дали и денег с собой не было так бы дали хоть что-нибудь ему там 5 евро 10 евро вот так жалко его стало по-человечески вообще вот так вот делайте добрые дела по мере своих возможностей как-то так все это вы что все можно знать это мне так бесит то что тут короче если ты хочешь с кем-то блин это что-то короче выставить даже типа надо блин спрашивать что ли не под подпись короче ну да конечно Таня ну мы же свои люди блин вот так вот фрау Марина в том увидит скажет что все короче развод и девча помили да ну может она не будет смотреть видео да у меня сейчас это как училище среди русскими народами мелодрамы понятно Наша рассказывай где ты была адреналин появился когда мы вышли уже с машинок я захотела еще что-то но тут уже больше ничего нет ну тут для взрослых больше ничего и нет для детей и то даже для детей мало сейчас не хочу снимать людей я так хотела думала что думала ну я не то что думала ну блин хотелось я думала когда будут аттракционы в нашем городе я думала будут большие аттракционы разные для грозных а будут наверное летом или в мае ну сейчас как Андрей ну что будет так все ну машина хватило покаталась стала бы вот так обидно нахмаль она может позвонить маме с моего телефона ну я уеду на штуку поэтому попросила короче девочка потеряла маму ну не немка а азиатской местности покидала маму и просила позвонить с телефона битвы а потом у нее телефон заработал или у нее может денег на счету не было мама позвонила ей сама уже поэтому она показывала на телефон я думала он у нее сел но вообще она просто сказала я могу позвонить своей маме с твоего телефона а там я уже придумала сама сел у нее телефон или нет у нее денег на счету я ж она не сказала что у нее шо ты довольна Настя я сказала да уже вывел тебя на аттракционы шо просто так что ли давай еще на этом . на чем самокат ага расскажи кстати зрителям может они не в курсе вот Харьков был такой же самокат болт ехала очень на большой скорости чисто шумахер сама виновата и что ты сделала я врезалась там был столбик маленький я просто не знаю я хотела его объехать я его не объехала и так сильно упала очень сильно что губу рассекла полностью ужасно и зашивали губы мы с Аней тогда поехали быстро потому что губы не было половина губы выпала я тоже как-то раз в Харькове с Настей это опасный вид попробовала на нем ездить мне вообще не понравилось оно летит тормоза резкие можно кувырком там через этот самокат полететь я вообще не рекомендую никому вот подобные самокаты это реально это ужасно и опасно очень опасно и я сколько смотрела в интернете да мы с тобой смотрели сколько ситуаций да так там такое ну честно лучше это и не видеть лица живого не остается да это страшно а здесь как летают сколько раз в нас чуть не врезались вот я прямой живой пример который я говорю что лучше не надо я сейчас шучу я так сказала потому что вспомнила как я губу растекла тупо губа отвалилась упала ну все не надо такие подробности вещи еле зашили эту губу поэтому кто там пишет что я так разговариваю потому что у меня губы нет и она на стороны идет даже уплотнение такое большое не знаю не знаю у меня так горло болит и зуб особенно это еще ладно но и всегда здесь удивляюсь когда здрасте здравствуйте я не поняла что происходит по видеосвязи Вики маму Настя говорю у меня горло очень болит чем лечить меня будем содой полоскать сода да йод но йод нет кстати вот в Украине фурацелин такая желтенькая это да я видела полоскала горло очень помогает вот от ангины кто страдает ангины кто в Украине фурацелин очень помогает именно просто полоскать горло короче такие дела ладно ребятки буду завершать наш такой мини-влог спасибо всем за просмотр ставьте лайк пишите комментарии обязательно кто не подписан подписывайтесь всем пока-пока Настя спасибо